Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими занимательными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем воздух погреется до 4 градусов. Ветер юго-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Начнем сегодняшний выпуск с информации о выставках, которые открыты для посещения в Гомеле. В музее автографа продолжает работу художественная выставка под названием «Воспоминания о Лете». На ней графика Дарьи Чубрик и роспись по ткани Александры Звягиной. Вниманию посетителей библиотеки имени Герцена художницы представили работы, на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи. Желающих познакомиться с воспоминаниями о Лете ждут в музее автографа до 26 февраля. Вход свободный. Во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка работ воспитанников студии «Вдохновение». Она работает при областном дворце творчества детей и молодежи под руководством гомельской художницы Анжелики Шабалтес. Посетители выставки Ван Гог, импрессионисты и другие ждут работы, выполненные в сложной технике и с мастерством без скидок на возраст. Студийцы обратились к шедеврам мирового искусства конца 19-го, начала 20-го столетия и внесли новые оттенки в известные темы и сюжеты. Сегодня в картинной галерее Гаврила Ващенко состоится открытие выставки работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович. Автор выставочного проекта «Аберрации света» – один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. Открытие выставки в 16.00. В стенах Центральной городской библиотеки имени Герцена открыта экспозиция «Город, восставший из руин». Это выставка фотографии послевоенного Гомеля. Посетители библиотеки могут познакомиться с видами Гомеля, сделанными в 50-е годы. На выставке представлена часть работ из фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александра Веснина. Часть работ принадлежит коллекционеру Игорю Штермеру. На выставке интересно увидеть не только изменения послевоенного города, но и сравнить с его нынешним обликом. Сделать это можно до 5 февраля. Вход свободный. К следующим новостям. В Гомеле состоится презентация книг, удостоенных в прошлом году премии областного литературного конкурса имени Кирилла Туровского. Также пройдет чествование их авторов. Конкурс имени Кирилла Туровского в Гомельской области проводится с 2007 года. Его цель – создание писателями региона высокохудожественных произведений, повышение статуса писателя в обществе и не только. Мероприятие запланировано на 23 января. Его проведут в библиотеке имени Ленина. В колледже искусств имени Соколовского к проведению готовится первый открытый областной конкурс исполнителей на струнных народных инструментах «Арт Старт». Учащимся детских школ искусств и колледжей искусств предстоит показать свое музыкальное мастерство в пяти номинациях. Открытие конкурса – 16 января. В этот день пройдут прослушивания солистов, а 17 января запланированы прослушивания ансамблей «Малых форм». Также в пятницу состоится награждение победителей и выступление лауреатов. 28 января в Гомеле выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь – ансамбль народной музыки, национальной и государственной телерадиокомпании Беларуси «Доседа». Он представит новую программу, в которую вошли самобытные инструментальные и хоровые номера, дополненные многоцветием народных костюмов. Концерт пройдет 28 января в городском центре культуры, начало в 18.30. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов, а появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейные туры артисты собрали все самое лучшее. В день влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем и увидеть прекрасное шоу можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. «Гомельчан» приглашают окунуться в атмосферу праздника Рождества на фестивале «Рождественские колыбельные». На сцену выйдут профессиональные вокалисты и самодеятельные артисты. Они исполнят популярные произведения классической музыки и малоизвестные авторские композиции. Зрители этого ежегодного мероприятия всегда стараются удивить. К примеру, на фестивале уже звучали колыбельные на разных языках – в стиле рэп и на языке жестов. Что же подготовлено в этот раз? Приходите 16 января в библиотеку имени Герцена и все увидите сами. Начало 18.00, вход свободный. 18.00 и 19.00 января в Беларуси будет проходить акция «Птушки для кормушки». Ее цель – напомнить о необходимости подкармливать птиц в холодный период. Для участия в акции понадобится посчитать количество и виды птиц на своей кормушке за один час. Затем данные нужно прислать в организацию «Ахова птушек-батьковшины». Сделать это можно, заполнив специальную форму на сайте или прислать сообщения в социальных сетях. Также можно разместить фотографии кормушки на своих личных страничках. Авторов самых интересных снимков ждут сувениры. Среди участников разыгрываются 10 значков с птицами, которые чаще всего навещают кормушки. В Беларуси объявлен конкурс литературного творчества студентов вузов «Автограф-2020». Он проводится с января по ноябрь в два этапа. До 30 сентября работы необходимо отправлять на адрес Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Затем жюри определит победителей и призеров в каждой из номинаций. Награждение состоится в ноябре во время Республиканского молодежного форума. Положение о проведении конкурса размещено на сайтах Министерства образования и Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Принимайте участие и побеждайте! К другим интересным новостям. Под Астраханью из-за верблюда, который выбежал на железнодорожные пути, пассажирский поезд опоздал к месту прибытия. Невозмутимое животное не реагировало на сигналы машиниста и продолжало бесстрашно бежать перед составом. Более того, если сначала верблюд бежал со скоростью 22 км в час, то затем он решил замедлиться до 13. Вынужденное опоздание поезда, к счастью, никак не повлияло на график движения других составов. Специалисты отмечают, что в Астраханском регионе участили случаи выхода диких и домашних животных на железнодорожные пути. Так что теперь не только в море можно наблюдать, как животные сопровождают суда. А в Австралии кошка стала причиной потопа в доме. Хозяева закрыли своего питомца в прачечной комнате на первом этаже. И, казалось бы, ночь прошла тихо, но не тут-то было. Утром хозяин обнаружил воду на полу, а кошка смотрела на все, сидя на стиральной машине. По всей вероятности, ночью животному стало скучно, и в качестве развлечения был выбран кран. В итоге кошка устроила потоп и на спасение дома ушел целый день. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказы о самых ярких событиях жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш Инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у экрана телевизора. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш», я Александр Лупиненко, желаю вам хорошего настроения. Пусть ваш день будет наполнен солнечным светом и теплом, улыбками друзей и простых прохожих. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!